скажи буквально в двух словах как тот день начинается в обычном режиме здесь нет вот здесь я понимаю что это слишком бурно ты имеешь в виду в обычной жизни в обычной жизни вот ты проснулась я проснулась во первых очень рано если я просыпаюсь вот предположим в 4 утра я вдруг проснулась потому что бывает такое же посреди ночи просыпаешься кошмар не кошмар в туалет встал пошел подписывал лег спать не может и если чувствую что не спая встаю беру вещи иду за это может быть четыре это может пять часов то благо что у меня зал рядом с домом но как бы я к чему говорю что я просыпать очень надо если я просыпаюсь очень рано вдруг внезапно то я это время обязательно с умом использую и всегда это будет на что-то и должна что-то физически поделать сейчас он не запланировал да а теперь о режиме я встаю всегда в 6 стандартно ложусь 12 ночи иногда за 12 ну где-то так как тебе москва у меня отношения к москве поэтапно менялись они были сначала очень-очень такими плохие у взаимоотношения с москвой до слезам не вере создает очень много испытаний ты должен сначала пройти огонь в воду медные трубы пройти через многие трудности особенно тем выходцам из средней азии особенно если ты нет российского гражданства сталкиваешься с огромной стеной такой и неуважение неуважение это дело не в этом можно я вот буквально вот с твоего инстаграма ты пишешь охота фотографии да по моему кристина судмолис да и ты вот цитирую прям это случилось четыре года назад когда и тогда я еще жила в таджикистане да да где по мнению многих живут чурки и и мне нужно всего лишь две секунды чтобы я объяснила что это далеко не так это не живут две секунды посмотрите на меня и чурка и таких много а и и и понимаешь ну да это дальше там уже не две секунды я могу целую лекцию прочитать человеку вот теперь пришлось сталкиваться с этим отбиваться как-то конечно обязательно два случая ну представляешь я еду за семьей потому что семья решила туда перебраться это в первую очередь для меня мой ребенок который гражданин российской федерации гражданин таташкистана двойное гражданство он получает гражданство по моему супругу я еду за ними это не мое чисто решение это чисто семейное ради сохранения семьи ребенка я приезжаю без гражданства что такое без гражданства находиться означает никто это означает что никто не смотря на все твои заслуги несмотря на то что какие сокол у тебя не будет диплом сколько языков знаешь не знаешь кто бы ты не был потому что ты попадаешь в такой огромный муравейник там что-то ходишь и у тебя нет ни связи никого ничего вот и естественно я первую очередь осложилась столкнулась тогда именно когда нужно было собирать всю эту кипу бумаг документов идти подавать миграционной службы на начало разрешения на временное проживание потом на бит на жительство эти состояния с утра до поздней ночи в очередях каждый день когда к тебе очень неуважительно очень грубо могут отнестись да ну это очень такой тяжелый испытанники тем не менее вот основная причина того что тебе пришлось оставить скажем теплый очаг и уехать основная причина семья то есть были условия или или здесь или там потому что нужно было выбирать приоритет семья тем не менее респект тебе потому что не прошло даже сколько ну пять лет но давай немножко расскажи как ты пробилась вот сферу фитнеса и ты достаточно уже добилась начнем с того что я начала пробиваться сферу фитнеса вообще совсем совсем недавно даже назовем месяц это был октябрь месяц прошлого года прошло сколько еще полгода не прошло подготовка к этому пробиванию она шла в течение пяти шести наверно лет когда я чисто занималась спортом или чисто для себя это не было профессионально вот потом как то так как интерес рос и так как хотелось что-то такое творить свое во всяких сферах себя пробовала искала пробилась таким образом что уже просто сложились так обстоятельства что я решила кардинально изменить собственную жизнь я решила весь остаток своей ну не весь остаток могу еще поменять может дополнительную какую-то профессию я хочу свои свои оставшиеся продуктивные года использовать для дела который мне будет первую очередь привык носить удовольствие самоудовлетворение и вот фитнес это первое что мне пришло на опыт потому что на протяжении всех этих трудностей на протяжении всех этих четырех точнее лет которые я нахожусь в москве фитнес был спорт был всегда со мной вот я естественно когда переехала москву я первый год есть вообще сидела думаю было дома хозяйками смотря на то что там 17 лет работала всегда была независимой и училась и 4 диплома имела на руках но не имел гражданстве поэтому все двери передо мной были закрыты и ничего не могла делать но я посвятилась я полностью семье но и не и не мирилась этим психологически это было сложно потом вроде как я устроилась стал работать турецкой компании очень много всяких должностей на себе испробовала включая закон закончилась тем что там уже чуть ли не юристом работала не имеют юридического образования вот но как бы фишка я так считаю что я умею научиться очень многим делам достаточно быстро если того будет очень сильно требовать ситуация или если я буду очень сильно этого хотеть хочется продуктивно именно с кайфом провести в трудовой своей деятельности не на дядю работать не на тетю да не раб не заниматься каким-то делом который не будет потом в конце жизни давать тебе ощущение счастья же вдоль творения что ты сделал огромное дело то сейчас ты занимаешься тем что ты любишь и это еще плюс ко всему дает заработать какие-то финансовые какие-то небольшие дивиденды начинает приносить только начинает я так считаю что это начало потому что я хочу на этом раскручивается продолжать тему и очень много есть возможностей есть идеи нужны только партнерства и нужны связи и нужны нужно это все я как естественно этому стремимся я уже приступила причина того тому что ты кардинально изменилась имею ввиду татуировки визуально как ты выглядишь ну и соответственно духовно начни с татуировки татуировка первая причина но вообще в начале когда я забила татуировка я так считаю что это было так чисто по глупости может как и все молодые ребята ну я не я же не забивалась в таком юном возрасте до я забивала достаточно в осознанном возрасте но я забывала забивалась в таком когда было эмоциональном состоянии совсем трезвым как назовем то есть я была тит парила в облаках все пойду забью после того как я привела тело более-менее в порядок меня до определенного возраста тело вообще в ужасном состоянии может быть она в одежде было нормально но я никогда не там не переодевалась при супруге предположим при свете было очень много комплексов как у многих женщин в принципе вот и первое тату в каком возрасте вот я когда похудела в америке когда я там училась в америке ну смотри в америке я училась два года и делала магистратуру это было прям до отъезда в москву получается 6 лет тому назад я училась в америке это была вторая магистратура это было 4 4 диплом по счету я видимо уже что-то настолько заучилась на обучилась и так далее уже мужа мозги устали я стала работать над телом один из таких мотивов было то что я вернусь на родину и какой в каком обличии я приеду мне было стыдно я начал просто тупо ходить спортзал заниматься тем что увижу что могу это было просто в основном беговая дорожка и больше и качай и пресс и очень много очень много повторений на пресс каждый день каждый день вот и я и следил за питанием естественно я так вот подтянулась вроде как похудела мышечной массы особо не было да вот такой дистрофик такой дохлячок приехал такой стрижечкой такой да но для того времени было окей вот и и вот тогда я приезжаю шабе и забиваясь душам в сделаю делаю большой это то почему большой потому что если что-то делал максималист делаю себя сразу вот так вот сделала большой тату а именно из-за того что оно было большое у меня уже обратного хода не было и мне исходя не нужно было с ним свыкнуть я не скажу что я супер довольна была но дальше таки человек творческий я люблю искусство я люблю рисовать сама рисовала и люблю кто рисует и я решила дальше просто продолжить это дело сделать это уже своим то есть я это понимание да ты говоришь о том что тату это личное дело каждого да и причем в инстаграме ты пишешь об этом неприлично задавать такие вопросы как ну зачем набила и все со мной и мне понравилось то что ты подметила что я ни в коем случае не пропагандирую не то что не пропагандирую это тоже как бы важный фактор но другой фактор то что это характер показывает характер человека есть у тебя татушек которые показывают твой характер или ты можешь показать одну но они все понимаешь они все показывают мой характер это все-таки такая творческая тонкая натура всякие вот эти вот узоры то есть все тоже очень непросто довольно таки сложно и если внутри покопаться очень много чего-то найти но в основном это я сейчас не сейчас я наверное если буду дальше продолжать забиваться это будут только цветочные всякие орнаменты характеры и потому что есть такие стремлюсь нежности красоте а человек может увидеть татуировка и сказать какой человек по татуировкам сказать какой человек но если он тату мастер он скажет я думаю конечно они психологи своего рода они же понимают какие люди к ним приходят они по татуировкам уже примерно психотип есть у тебя на теле тату который ты не хочешь никому показать нет 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 пошли за все открыто достаточно нормально если партаки которые пытались сверху перебить до сих пор ну показ от 100 оставила вот эту тему резоновский низу есть фотосессии за которые ты получаешь какой-то гонорар гонорар нет ни в коем случае но смотри смотря что гонорар если в прямом смысле гонорарами виду что я пошла ски что я пошла поучаствовать фотосессии и получила сразу за это бабки такого нет я все-таки не фотомодель и ну а если мы говорим о том что 9 дивиденды это принесло бы какие какие-то дивиденды в оконечном счете туда потому что все фотографии в итоге они на них же смотрят кто мои фитнес-клиенты девушки которые приходят ко мне которые занимаются со мной непосредственно физически приходит имеет контакт или же онлайн со мной занимаются они вдохновляются этими фотографиями именно фотографии это инструмент можешь рассказать самым откровенному фотосессии сама откровенно это было вот этим фотографом кристос малижево лиза но я забываю даже на убить и обидеть не но вот это было самое откровенное на который я решалась определенное время но дело в том что я ее выиграла эту сессию я участвовал как на конкурсной основе со многими другими девчонками фотомоделями кому там еще 25 нет да для меня это было определенного уровня проверка то есть мне далеко не 25 я не фотомодель да и я не и я не и я не москвичка может так сказать я не русская да и даже российского гражданства и только недавно в этом фитнес индустрии да и она меня заметила пусть она все-таки обращает внимание на личности тоже да и я давно мечтал познакомиться я как ты читал наверняка в посте да и я видела ее каста фотографии ранее восхищалась и оказывается это она есть близкие как отреагируют родственники друзья кто-нибудь как я сказал круто ты моя когда говоришь близкие у меня сейчас в плане близкие остались только супруг я имею виду больше у меня друзей особо как бы тесных нет ну как бы друзья здесь есть но я у них давно давно не спрашиваю как они отреагируют не отреагируют так далее силу всяких обстоятельств там допустим у кто-то из родственников но и только считаясь мнением супруга потому что он отец моего ребенка согласен вот это важно но критики не было нормально тебя несколько дипломов работала точнее 5 дипломов ребят 5 дипломов другой момент ты работал в международной организации серьезными делами занималась про тебя писали статьи да да я нашел статью где тебе говорят то что там ты экология занимается чистая вода там ты говоришь то что это необходимо там новое поколение дети это важно как бы вот и и а я более чем уверен что ты зарабатывала неплохо конечно очень хорошо тем не менее ты поменяла на фитнес но это во первых это не было это было поэтапное такое решение как ты понимаешь на это ушло четыре года и для этого нужно было дорасти до жизни потому что очень много было сомнений всегда понимаешь вот в детстве мы всегда мечтаем какой-то профессии да как он нам подавляют это все я наверное здесь все таки мечтала стать фото моделью честно скажу наверно даже фитнес тренером но вот в меня вдохновляли воодушевляли вот такого рода девушки которые очень привлекательно смотрится но в детстве и вообще было на кого ты смотрела я ориентировалась не знаю на кого я смотрела сейчас уже не помню там в детстве на кого я там смотрела но дело дело в том что я была гадким утенком всегда я вообще была очень и очень страшненькой вот и может быть из-за этого хотела так ну в общем получилось так что я делала все как хотели родители родители всегда хотят чтобы мы как стали на ноги зарабатывали деньги да в первую очередь чтобы мы были материально обеспечены независимые и тому подобное и я всего этого добилась сделала ощущение счастья не было вот все эти годы потом я уже поняла когда проанализировал когда я оказалась наедине с собой москве с трудностями без друзей без вот даже друзей которые здесь которые там бы каждые свои дела никто не просто так не напишешь слушай как там хорошо ли поживаешь можете там давай помочь что листовую чувак где к нему тебя поможет никто сейчас никому это так не напишет да это очень редко сейчас сейчас данный момент поэтому когда я оказалась наедине с собой со своими сложностями очень много было времени анализировать что правильного было что неправильного и это такие моменты когда ты задаешься вопросом о смысле жизни до жизни смерти и для чего вообще живем забыла ли такое что ты говоришь все были с меня хватит я брошу и уеду обратно они вот вот такого брошу лет обратно не было не были моменты когда когда это все вот-вот до суда доходило но брошу уеду обратно не у меня у меня с чем это было слава слов брошу и и не этот не использую мне кажется вообще я все-таки стараюсь идти до конца а чем это было связано но опять же таки потому что я вот опять долгое время сталкивалась не признание для меня вообще не признание не работать не развиваться профессионально в чем-то это самое наверное лучше в итоге ты просто ну да ты зарабатываешь деньги ну и что они тебе не дают ни счастья ничего ты потом идешь эти деньги трачены какие-то материальные вещи а психологической никакой удовлетворенности от этого не получаешь как часто ты вспоминала солнечный таджикистан всегда не вспоминаю я всегда душой здесь просто единственная могу как знаешь мне приходится я продолжаю учиться быть сильным человеком не хочу заявить что я сильный человек потому что у нас слабости все равно есть бывает слава период слава смресс учусь быть сильным и я просто стараюсь не позволять себе часто слабинки в плане вы принята хочу дышим вы увидела фотки в хронике да вот иногда бывает у меня там промелькает я очень искренний человек если что-то у меня есть такое вот прям вот прет из меня фонтаном значит в посте это точно будет написано это недавно написала что блин так хочется вечернюю ночной душа бы хотя бы на пару деньков но вот оно случилось ты не просто так приехала сюда ты приехала на мастер-класс у тебя были много очень очень гостевых там визитов да ты показывал как тренер да там как тренироваться все такое тебя пригласили ты знаешь сначала это была спонтанное решение просто приехать я даже не думала о каких-то бизнес делах вот и так как у меня закончился второй сезон моего онлайн марафона к тому времени у меня здесь девочки из душевы которые участвовали сначала изначально хотелось просто с ними встретиться потому что они очень сильно хотели физически просто увидеться со мной вот и это был вот сначала такой порыв но потом я стала думать как не совместить по максимуму с пользой это время но мысль таки стоит привлекать я думал как еще можно с пользой использовать это время которое здесь будет находиться вспомнила парвину из хаки который мне писала до этого уничьего какие-то вариантов ручной игры слушай вот я приезжаю если я буду полезно чем подавать дай знать сколько заплатили не буду называть это не это не не тот как бы больше чем ты зарабатываешь в месяц в москве нет конечно с твой самый крутой день в москве крутой нету самый крутой сам который ты говоришь то что все это я запомнил на всю жизнь такого москве не было вот крутого 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 дня такого не было знаю там вот мне просто москва ассоциируется только с работой со стрессом что плане круто что такой крутой крутой то ты когда вау в два года был получаешь ну вы это по это были какие-то такие это были дни это были какие-то серии дни которые я могу выделить да ну такого супер вау эффекта нет не могу назвать дальше в инстаграме ты пишешь про один фильм где девушка каждый день в конце дня умирает она такой да 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 ты пишешь то что после этого фильма каждый задумывается и начинаете что-то в себе менять что с тобой произошло ну вот произошло наверное как раз таки то что происходило со мной на протяжении этих последних лет то есть фильм он как раз таки повторил полтора-два часа нашел да вот то что происходит со мной то что те переживания до которые через которые я проходила в плане того что он заставляет задуматься чем мы заканчиваем этот день и правильно ли вообще мы живем а правильно не в плане общего понятия общественности плане вообще более глобального плане правильно ли мы проживаем эту жизнь ты изменила изменила в себе что-то или нет фильм не изменил он просто еще раз показал мне убедил меня в том так вот демонстративно даймин швы убедил в том что только как я мыслью это верно и но это не только фирта один из таких таких фильмов на самом деле очень долго тоже видел и книгу чем больше книг читала по поводу это ну просто обычно люди опять же на эмоциях пишут свои чувства опять же в социальных сетях и я в инстаграме меня заделал это живое потому что это то что как я и относилась жизни то что я и думала у тебя в инстаграме я не видел ни одного такого хмурого и такого скажем такое угнетенного у этого месседжа да то есть у тебя такого нету все позитив позитив я как бы хотел что-то найти и обсудить момент когда я думала о том что блин кому нужны твои хмурые фотографии кому нужны твои недовольство жизнью у меня на самом деле раньше были какие-то другие месседжи посылы социальных сетях и может быть когда-то давно проблескивали китами моменты недовольство чем-то или отношениях политики я в определенный момент решил что в социальных сетях я буду позиционировать только позитивная и нас и и и это то есть чего в основном я и состою поэтому конечно бывают моменты когда там ты и хмурый и грустный и тебя может что-то там кто-то задеть но кого-то интересует зачем это знать остальным людям да намного больше вот сейчас не как раз таки в работе фитнес-тренера именно это в основном помогает ко мне люди тянутся приходят и не за позитивом это потом уже во вторую очередь идет и те услуги фитнес-тренера которые предоставляют мой подход к тренировкам он все-таки отдельно уникальным на фоне остального до высвечивается моя деятельность моя активность в социальных сетях что я помимо еще основной основного рода деятельности занимаюсь еще чем-то параллельно так далее это людей очень многих вдохновляет поэтому позитивные нужно и позитивное давать больше так много негатива и сейчас очень много негатива во всем можно найти да в основном там телевизоры и на улицу выходишь в москве это вообще везде негатив один и на фоне негатива этот позитив он конечно бросается в глаза буквально немножко расскажешь о фитнес-клубе где ты работаешь это фитнес-клуб которым я сначала тренировалась с самого начала как приехал в москву я пошла туда тренироваться купила апонемент вот он сейчас находится прямо через дорогу от моего дома пешочком пешочком да критерий номер один почему я там работаю потому что я там тренировалась меня там уже знали когда узнали что я пойду получать диплом фитнес-клубе сказали да мы тебе возьмем приходи иди только выучись возьми этот диплом а там довольно таки нелегко взять диплом сам где училась колледж фитнеса и бодибилдинга имени бена вейдера одно из престижных заведений в москве в котором вообще весь курс шестимесячный он с компономом в один месяц всего лишь один месяц но это очень такая адская работа это 5 плюс 5 килограммов даже 6 килограммов которые я благодаря углеводам заработала сидение ночами да но нужно было чем-то жертвовать следующий шаг то есть ты добилась сейчас стабильности ну это даже не стабильность это сейчас вот открывая открылись для меня двери и стабильности пока еще нет но вот эта работа фитнес-тренера она мне дала такую основу для того чтобы я свои какие-то идеи проекта могла подвигать потому что не работаю фитнес-тренером не имея официально вот эту должность все-таки сложности без заявить себя как тренер поэтому это такая основа это очень хорошо мне нравится работать с людьми непосредственно живую общаться мне нравится менять их судьбу мне интересно наблюдать когда девушка приходит ко мне потом бросает работу через месяц как я не тем занималась вот реально были такие случаи и не желе я потом нет 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 девушка приходит ко мне работать в институте через месяц на год я всю жизнь мечтала автобусе танцевать и у нее складывалась сложилась та семья что какой-то конфликт произошел она ушла и потом я через некоторое время вижу я такая счастливая и так рада и пишет она там уже посты пишет атака все светится уже совершенно другой человек вернуться в душа бы я хочу туда возвращаться много раз возвращаться но не на постоянку потому что мне кажется все таки очень намного лучше не находиться на одном месте чтобы не стагнироваться не засыпать и надо перенимать опыт с других стран в европу в америку есть планы вот как поздно сделает да у него гражданство нескольких странах и вот так вот может туда-сюда блин я вот пока не определилась если честно в итоге я конечно бы очень хотела чтобы получилось так чтобы душа бы была устроена жизнь через там 20-30 лет таким образом чтобы я могла свой спокойно вернуться и как швейцарии до расположиться пенсию свою пенсионный возраст вы встретите могла наслаждаться своим делом если такое будет я просто благо мега рада потому что всегда хочется вернуться на родную землю все равно тянет так где ты родился сейчас мы сейчас пока не поняли нет ни такое чувство не тоже такое чувство сейчас пока хочется бомбить работать сейчас пока хочется набираться опыта и не сидеть не из них зону комфорту пойти а наоборот выйти зоны комфорта что тебе больше всего не понравилось душе мы вот в этом визите сервис мне кажется вот знаешь я почувствовала что здесь не хватает опыта и то что не понравилось она просто заметно какой сфере фитнес опять же таки да взять вот фитнес приходит человек спортзал здравствуйте добро пожаловать там как вы себя чувствуете что я могу для вас сделать вот пожалуйста вот это вот этого нет но я не скажу что и в россии и в москве этого прямо на высшем уровне она там проблескивает но тем не менее надо бывает такие моменты когда то что там тоже не идеально но здесь она вот особо сразу первую очередь бросила бросил в глаза или же вот таксисты это отдельная тема я звоню там такси вызываю липаду пашка и кучу помог учуровым для меня вот уже дикой знаешь вот чтобы нет таксистом позвонил как мне проехать дать я в москве да ну это вообще нонсенс ну как бы вот это я я не говорю что это плохо я не говори это не критикую я просто говорю что вот как человеку приезжему допустим который долгое время здесь не находился уже только и же даже забываешь какие-то детали момента вот это в первую очередь бросать за глаза в плане вот сервиса нужно мне кажется очень много здесь вкладывать работать развивать blitz некие сравнение будут вопросов которые ты можешь выбрать один я это называю детектора потому что мало времени дается ты можешь отвечать не обязательно коротко не обязательно коротко но быстро давай и первый вопрос любимое твое блюдо грудка куриное я обожаю куриное просто сваренное или готово ты специально его готовишь разные варианты какие качества больше всего ты ценишь в мужчине искренность и юмор надежность обязательно это уже вторая в чем заключается счастье для тебя самореализация самореализация Душанбель или Москва Нью-Йорк надо в Нью-Йорк ехать там еще опыты набираться я имею ввиду жить и проживать а жить? жить однозначно в Душанбель я имею ввиду вообще до конца жизни Душанбель да это родная гонка а выглядит шикарно или семейное счастье? выглядит что выглядит шикарно или семейное счастье? да а почему нельзя это и другое? в смысле один раз ну в начале суть вопроса в том что ты выбираешь один то есть семейная семья все-таки круто инстаграм или книги? сейчас инстаграм почему? потому что это инструмент очень мощный книги были в прошлом? ну да времени на книги нет очень многое можно сейчас в постах знаменитых умных людей вычитать твой девиз? мотивируй себя, тренируйся круто есть кумир? кумира кумира нет, но есть определенные люди от которых я платею когда я их вижу я вот очень люблю Дженнифер Лопес предположим я кайфую от того как она выглядит в свои года оказавшись перед ней что ты можешь сказать? блин что я могу сказать? в том попрошу даже не знаю что я скажу я всегда знаешь я всегда теряю этот язык проклатываю реально я не знаю что скажу я скажу что-нибудь определенное на английском? да you sexy baby? типа того да тебя привлекали девушки? в каком плане? ты бы хотела замутить девушку? лично? нет друзья это была Naga Art подписывайтесь на канал дай пять счастливо круто м